Заманчивое предложение в нужное время. Шикарный букет предлагают купить по весьма приятной цене. Целевой аудиторией для своих махинаций в этот раз мошенники выбрали мужчину. Порадуйте своих милых дам в преддверии весеннего праздника. Но не все так просто. На уловку любителей поживиться за чужой счет попался и наш герой. Станислав наткнулся на фейковый аккаунт в социальных сетях, позиционирующий себя как онлайн-магазин по продаже цветов. Перед тем, как принять это предложение, я зашел на другие ресурсы и увидел, что 100 роз стоит 250 рублей. Но ввиду того, что они говорили, что происходит ликвидация цветочного магазина, я посчитал это довольно-таки приятным предложением. Во время того, как я вводил реквизиты карты, я уже представлял, как этот большой букет приезжает к моей девушке и без раздумий вводил и переводил эти деньги. Увы, ну как только деньги поступили на счет злоумышленника, вежливый администратор тут же перестал отвечать на сообщения, а после и вовсе заблокировал доступ к аккаунту. Нет, я не обращался к правоохранительным органам, потому что как только произошла вся эта ситуация, у меня все пазлы сложились, и я понял, что все-таки я виноват во всем этом. За несколько недель жертвами подобного вида мошенничества стали более 20 белорусов. К слову, вот похожая история, где финал с таким же исходом, правда, ущерб в разы больше. Кирилл тоже решил порадовать свою девушку, заказав ей цветы в другой город. Аналогичный сайт, грамотно составленный каталог, эффективные отзывы. Сыграли на красивой картинке и ложных обещаниях, но схема посерьезнее. Переводом денег за букет с сюрпризом продуманные цветочники не ограничились. Оплатил, сделал сканшот чека по оплате, отправил, мне сказали, все, деньги дошли, но нужно будет еще заплатить за доставку 5 рублей на Европочте. Вот с этой Европочтой я оплатил 5 или 3 рубля, точно уже не помню. И мне сразу пришла покупка на 405 рублей. То есть, если бы деньги были на карте, на эту сумму, она бы сразу бы списалась. Так как оставалось 10 рублей, то списание не произошло. Я понял, что это мошенники, позвонил в банк, сблокировал карту, ну и обратился к сотруднику милиции. УВД Витебского облсполкома напоминает, что при выборе продавца нужно тщательно отнестись к проверке его данных и репутации. Не стоит доверять торговым площадкам, которые работают по полной предоплате. Сообщение в мессенджерах – одна из самых известных схем. Но, к сожалению, до сих пор рабочее. Алгоритм прост. Жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по спецусловиям. Разумеется, введя на сайте заветные реквизиты своей карточки. Аферисты постоянно придумывают новые способы мошенничества. Но какой бы ни была легенда – предупрежден, значит вооружен. Карина Верховцева, Дмитрий Мискевич, СТВ.